109 стариков, женщин, детей, да и просто неугодных фашистам людей наконец нашли свое вечное пристанище у места, где они и были зверски убиты 78 лет назад. То, что здесь на территории старого кирпичного завода был настоящий концлагерь, знали давно, но когда начали копать, ужаснулись от увиденного. Нервы не выдерживали даже у опытных поисковиков, повидавших за свою жизнь немало расстрельных ям. Детские останки, которые в руке держишь, в ладошке, ключичная косточка, ребрышка, оно не больше ладошки, оно маленькое, видно, что грудной ребеночек. Убивали захватчики тут почти всех без разбора. К примеру, еврейские и цыганские общины города были уничтожены буквально поголовно. Убивали всех. Военнопленных, партизан, партийных работников, членов их семьи тоже не щадили, чтобы исключить возможность мести. То, что делает война, то, что делают вот эти, будем их называть псевдоисториками, которые в Европе, там, за океаном в Америке пытаются там придать фашизму какой-то статус общественного движения. Да это же абсурд. Вот он здесь, этот статус, в этих расстрельных ямах. Вот они, эти мирные жители, ни за что убиенные. А чтобы и ныне живущие хранили память о тех страшных месяцах оккупации, в районном Доме культуры организована выставка с таким же названием, как и вахтах поисковиков. Без срока давности. В экспозиции протоколы допросов, пособников фашистов и жертв оккупантов. И личные вещи убитых в сальском карьере смерти. Детские вещи, игрушки и украшения производят тяжелое впечатление. Дело в том, что в карьерах кирпичного завода расстреляны не только сальчане. Сюда свозились евреи и цыгане с оккупированной территории, из Краснодарского края, из Ставропольского. Просто фашисты определили это как самое удобное место. Готовые карьеры, готовы вот эти котлованы. И эти котлованы заполнялись новыми жертвами. А еще поисковики показали сальским школьникам фильм о своей работе, чтобы все помнили, что эта самая работа действительно не имеет срока давности. Сергей Мирошниченко, Юрий Санкин, Дон-24, Сальский район.